как всегда попробую сперва порыбачить на свою любимую снасть грузик кормушка и два крючка рыбачить буду по классике на червя есть смотрите как он сопротивлялся все-таки я его поймал друзья обратите внимание друг у меня на такую же снасть вот как и я такая вот хитрая кормушечка с грузом два крючка очень вообще эффективная снасть лучше ничего не придумаешь как бы для ловли на озерах карася и другой мирной рыбы причем своих оборвал покупных привезных дороги очень много по оборвал а вот эта снасть на одной рыбачью третий год и она рабочая не сильно сопротивляется но идет еще карасик такой же как и первого поймал даже может быть чуть чуть поменьше вот он красавчик смотрите всем привет пару лет назад на канале у меня уже выходил ролик как сделать вот такую вот обалденно рабочую снасть на карася но в тот раз к сожалению почему-то на нем мало кто обратил внимание это могу заметить моя любимая снасть самая рабочая самая эффективная она практически не зацепляйка за два года не оборвалось ни одной такой снасти единственное за это время у них всего осталось две штуки но это связи с тем что у меня очень много разобрали их друзья рыбаки так что пополню еще свои запасы заодно может быть все таки кто-то не видел кому-то будет интересно покажу как это легко делается вот у такой вот кормушки очень большой плюс именно для озер или для водоемов где и листа дно при забросе у вас груз тонет то есть проваливается выл а кормушечка вот так вот на кембрике торчит из ила и рыба подходит начинает кушать и тут попадается на крючок так что снасть вообще эффективно всем советую попробовать сделать точно такие же ну и сейчас я вам продемонстрирую как это легко сделать сперва из 0 8 проволоки от сварочного аппарата сделаю кормушки для этого мне понадобится вот такая вот трубочка с пропилом в моем случае это 15 миллиметров в диаметре вы уже можете подобрать каждый подразмер кормушки самостоятельно отступаем от края 11 сантиметров и здесь делаем петельку при помощи круглогубцов делаем пару оборотиков приблизительно все было ровно вставляем вот таким вот образом в трубочку чтобы также приблизительно все было по центру начинаем завивать спиральку делаем около 10 оборотов дальше это все дело вытаскиваем и подравниваем вниз также делаем загиб по 90 градусов чтобы он смотрел центральную ось отступаем где-то полтора сантиметра и откусываем вот одна кормушечка практически готова теперь осталось здесь вот намотать на центральную ось вот этот вот кусочек проволок также придерживаем круглогубцами подвиваем и вот этот вот хвостик лишний откусываем после этого подгибаем вот такая вот кормушечка у меня уже получилось ее плюс в том что если она даже где-то зацепится за какую-нибудь там ветку или там ну какую-нибудь поверхность на грунте водоеме она просто немного растянется и никогда у вас не оборвется легкая компактная то есть когда вы из воды вытащите вы всегда ее сможете поправить будет у вас вечная снасть кормушка готова теперь переходим к изготовлению самого грузика также делаем пушка помощью круглогубцов чтобы она не выскочила и свинца делаем оборотик или два такая петелечка получилось из газеты делаем форму отрезаем полоску делаем из нее вороночку примерно вот такой формы чтобы наша форма не раскрутилась скрепляем ее кусочком бумажного скотча теперь нам нужно ее отрезать по длине будущего грузила вверх и низ низ отрезаем для того чтобы туда потом вставить вот это вот ушко так вот подгибаем краешки и вставляем после того как вставили петельку низ надо также залепить скотчем чтобы отсюда не вытекал свинец также берем бумажный скотч и так вот все дело это залепливаем вот друзья форма и готова теперь переходим к плавке свинца перед тем как заливать нужно немного расправить чтобы вся газетка бы плотно друг другу прилегала была ровненькой ставлю разогреваться свинец сразу же приготовил воду остужать готовый грузик ну а саму формочку для удобства зажму струбцинку вот за вот эту вот как раз петельку после того как свинец расплавился нужно приступать к заливке будьте очень осторожны и потихонечку заливаем теперь ждем когда это все подстынет когда свинец уже немного схватился берем при помощи круглогубцев и опускаем воду и теперь смотрим что у нас получилось открываем газетку если немного залилась ушка это не страшно при помощи шил это всегда можно расковырять вот такой вот ровненький аккуратненький грузик у нас получился заметьте не использовал никаких форм сделал это буквально минут за пять теперь нужно собрать всего одно целое и сделать вот эту часть отгрузок кормушки подвижной для этого потребуется небольшой кусочек силиконового кембрика отрезаем одеваем его на груз так чтобы торчало ушко на самой кормушке при помощи круглогубцев делаем загибчик вставляем сразу туда грузик закручиваем подгибаем выравниваем и вот так вот накручиваем можно это делать при помощи плоскогубцев дальше все это дело выравниваем сюда натягиваем кембрик при помощи кембрика мы как раз сейчас закроем все вот это вот наше острое соединение сделаем нашу кормушку подвижной ну вот и все эту кормушку осталось оснастить крючками для этого потребуется основная леска и на поводки чуть тоньшего размера то есть чтобы при зацепе если у вас крючок где-то зацепился оторвался один крючок а не вся снасть тут уже я вам наверно показывать не буду у каждого свои любимые узлы так что я сейчас все доделаю и покажу конечный результат на основной леске завязал две вот таких вот петельки привязал крючки к поводкам и на краях сделал тоже вот такие вот петельки фиксировать буду петля в петлю так вот делал и подтянул вот такая вот друзья очень простая в изготовлении и в то же время отлично уловистая оснастка у меня получилась груз кормушкой два крючка и основная леска как вы только что убедились все делается очень просто и быстро и в то же время снасть отлично работающим так что кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки пишите что-нибудь в комментариях свои варианты предлагайте на этом у меня все всем спасибо за просмотр и до новых видео всем пока